Встреча с милиционерами Здравствуйте, я Алексей Суханов К нам приехал родной брат Василий Враде, Юрий Скажите, пожалуйста, каким вы увидели брата после допроса в отделении милиции? В лице у него была над правой бровой разбита Под правым лазом также синяк был И сверху над бровой была гематома На руках были ожоги, чуть выше кистей в этих местах И на ногах так же были ожоги Он мне объяснял, что его питали электрострумом И долго это продолжалось? В течение двух часов Так а чего они пытались добиться? Чтобы он подписал какие-то показы им Кстати, вы знаете эти фамилии? Чуприна Андрей, Ищенко Александр и Доможерский Виталий Это три оперы полноважения Итак, всех троих мы приглашали к нам сегодня в студию Но согласился приехать только один Андрей Чуприн, замечу, впервые друзья В истории ток-шоу «Говорит Украина» Милиционер, обвиненный в пытках, приходит на программу Встречайте, пожалуйста Итак, Андрей, спасибо, что пришли Зачем вы пытали Василия? Насправді, никто его не пытав И это все... Прошу вас Это все створено для того, чтобы працівники в милиции Отримати грошевые кошти То, что они навмисно это все створили Такую ситуацию Но разве после встречи с вами Василий не был избит? Нет, на нем телесного, скорее, не было Так каким вы его увидели? У него были все-таки травмы? Были у него следы Травмы были и были следы На обличье были следы, на руках и на ногах И вам брат говорил, что эти следы от побоев оставили... Оставил частности Андрей? Да Ну, якась машинка в них там есть Его около 18-19 години пригласили в райотдел Дать какие-то показы по какой-то заявке Потом пришел инспектор дозвольных систем Сказал, что вроде бы на него поступили заявки Что он пистолетом кому-то угрожает Там стрелял кому-то Поїхали из-за мальца и пистолет А что это, кстати, за машинка, с помощью которой пытали током? Я ее не видел А он вам ничего не рассказывал? Сказал, что какую-то машинку принесли Но он ее не видел, потому что он все время лежал уже на полу А как они эти... Они держали его? Что он рассказывал? Его взяли в наручники, руки были спереди закуты Как завелив 306 кабинет, ему руки завели за спину и там он надели наручники Звалили на землю, как он объяснял В месте скрутили руки и ноги за спиной Он только чувствовал, что приложили привода и примотали чем-то Они что-то привязывали к его ногам? До ноги, да Остались все следы в нем на руках и на ногах Андрей, что вы скажете на это? Следы еще ничего не доказаны Что на нем были какие-то железними ошкоджения После того эта людина верталась к врачам И går Behavior были заданные по справе, которые показывали Что на нем железними ошкоджения не было Но это еще не доказано Это брат его сказал Столько брат ему сказал Что на нем были железними ошкоджения Давайте сейчас послушаем не только брата Мы послушаем еще родственник Василия Которая тоже увидела его сразу после посещения отделения милиции внимание на экран. Начал показывать руки, сел здесь, начал плакать. И на руках были действительно такие ожоги сильные. Говорит, меня пытали током. Ну, руки так еще были такие, типа, отпечатки или как наручников, или кандалов такие. Сиренево-синие аж такие были. А на ногах-то прям сильно видно было. Даже капилляры на ногах, вот именно где венки, прям полопались, синие ноги были аж до колен. Что вы на это скажете? Ведь это человек, который тоже видел Василия сразу после допроса? Я говорю, что этот человек Василь Врадий попал в транспортную пригоду в 2008 году. У него были перебиты ноги. И лекаря, которые ее лековали, указывали, что на этих ногах есть шрамы. Подождите, шрамы и ожоги, о которых говорил брат Василий, это, насколько я понимаю, разные вещи? Вы знаете, что это все указывается за интересную сторону, то есть все родители. Андрей, прошу вас. Я не знаю, насколько законным было затримание в Врадии, но если человек перебивает под контролем государства, государство несет ответственность за телесные ускошения, которые у него есть на теле. Абы я був винен в этом, что звинувачиваю его брат, я бы сюда не приехал и не сидел бы в этой студии. И ничего он бы не рассказывал. Андрей, вы утверждаете, что вы не применяли пытки, так, задержанного. А вы можете гарантировать за своих коллег других, в других кабинетах, что его там не пытали, не применяли насилие в отношении его? Вы можете гарантировать или нет? Я это могу гарантировать. То есть в вашем райотделе в отношении задержанных никогда не применяли пытки насилия, правильно? Я сколько працюю в правоохоронных органах, я еще ни разу не видел, чтобы до кого застосовывали будь-якое насильство. Пишет, только каждый день, почему-то каждый день во всех новостях показывают замученных, измордованных, убитых, изнасилованных мужчин кийками, каждый день показывают. Я хочу пригласить сейчас в студию адвоката Владимира Примака, он защищает всех троих милиционеров, и Андрея в частности. Встречайте, пожалуйста. Владимир, значит, вот брат Василия утверждает, что его родственника пытали током. Помимо этого, насколько я знаю, есть еще медицинское заключение, в котором подтверждаются факты. Когда была проведена первая экспертиза, то эксперт указал, что, возможно, были заподъяны телесные ушкоджения и отвечают по давности подъям, описанным потерпелем. После этого была призначена повторная экспертиза, и эксперт дав висновок, что могли быть заподъяны телесные ушкоджения и после его освобождения из ИТТ. Я не могу сейчас говорить, я каким-то образом повязан с таемницей следствия, поэтому я не могу все свои доказы рассказывать, но где-то из них можно, давайте я вам скажу. Скажите, пожалуйста, вы сейчас утверждаете, что никаких следов, к примеру, от тока не было? Так, я сам и так категорично свержу. Значит, я прошу вас, друзья, обратите внимание на экран. То, что мы видим сейчас на фотографиях, это следы пыток электрическим током. Так издевались милиционеры над Александром Поповым из Мариуполя. Он был героем нашей программы и тоже рассказывал про ужасы в милицейских отделениях. У вашего брата такие же были следы? Похожие, точно. Вы защищаете интересы всех троих милиционеров. Лично они действительно принимали участие в издевательствах и впитках? Им меняется, что они у трех катували в радио. В материалах справы есть доказы, что в этот период Чуприна и Доможерский находились в другом конце города и опитывали людей. Подождите, Андрей, вы все-таки в этот момент были совершенно в другом месте? Да, мы были в другом конце города. В другом конце города даже? Даже вас не было в отделении милиции в тот момент, когда пытали в радио? В этот момент, про что указываю в радио, в этом же кабинете находились и другие люди, которые опитывали другие представители милиции. Слушай, но ведь ваши коллеги говорят совершенно о другом, о том, что вы действительно находились в отделении милиции и принимали участие в истязании задержанных. Какие это наши коллеги? Ну вот давайте одного из них сейчас и позовем в студию. Наш следующий герой утверждает, что один из милиционеров, которого вместе с вами, кстати, обвиняют в пытках, признался, что Василия на допросе все-таки пытали. Я хочу пригласить в студию вашего бывшего коллегу, тоже милиционера. Встречайте, пожалуйста, Вячеслав. Итак, Вячеслав, расскажите, пожалуйста, что вам говорили коллеги о пытках над Василием. Были они все-таки или нет? В той час, когда я дознався, что мой дядька находится под вартою. Подождите, это ваш родственник? Так, так. Значит, я безусловно единый, кто заходил в камеру, в ИТТ, где, ну, утримался мой дядька. Ну, так как часу было небагато, то он мне сказал, что меня сначала побили в кабинете дельничных, при этом начал поднимать футболку, которая тогда на нем была, и говорит, что мне вот по спине повернулись, но я говорю, что часу небагато, то я сразу ему сказал, давайте выключи, ну, то есть адвоката, или еще что-то. Какие у него были травмы? Значит, у него была травма, разбита брова на правом оце, потом сенси. Слушайте, ну, а вот брат Василий утверждает, что его еще и током пытали, вроде как следы у него были. Следы, значит, были на руках кисть, ну, кистю и на ногах. То есть он начал поднимать штаны и показывать мне ноги, но, ну, то есть, я говорю, это нужно, я говорю, обратиться к адвокату, и нехай адвокат каже, сразу пише скаргу. Поскольку я работал в милиции, то я понял, что, ну, у меня также возникнут проблемы после этого. Так в чем его обвиняли? Вот в чем его обвиняли? Что в него требовали? На тот же время он мне сказал, что на него склали админпротокол. Я сделал для себя наглядную выяснение, кто бы это мог быть. После чего я подошел к одного из этих человек, которых он описывал, и запитал его, это был Ищенко Александр, и я запитал Саша, говорю, типа, это действительно происходило на самом деле? Он сказал, ну, ну, ты понимаешь, переборщили, туда-сюда. То есть, подождите, один из обвиненных в пытках над Василием вам лично, в беседе с вами, признался, что действительно издевались? Да. А был кто-то еще в этот момент рядом с вами, или этот разговор был наедине? Нет, нет, мы спілкувались на курилце, то есть, мы были наедине. Наедине. Значит, вот что вы на это скажете? Во-первых, вот он показал, где именно находятся телесные повреждения. Вся студия помнит, да? Здесь. На воспроизведении Василий Врадий показывал, что ему надели наручники в положении за спину, а теперь я прошу внимания, обратите, вся студия, вот я стою, у меня руки за спину, куда мне должны присоединять провода? Вы понимаете, куда присоединять провода? что вас так не поставили, но судя по всему, если бы вы были на месте этого товарища, которого замучили, вас бы выигнали точно так же, как лазу, и сделали вам ласточку точно так же. Так, давайте, это вот защита, пан адвокат сказал, что невозможно, если закрепить руки за спину, устроить вот здесь вот эти все... на наручниках, даже если спереди руки закроют, и даже сзади, это не проблема. Покажите тогда, ну подождите, вот Владимир показал, вставайте и покажите, как это может быть. Да, элементарно, вот, вот сюда, прицепили, вот сюда, и руки закрыты, и ты лежишь. Вопрос в другом. На каком основании человека в наручниках, в кабинете, в райотделе держали? А пока не договорили. Что там был? Терминатор какой-то, да, два метра, вы там боялись его. Целый райотдел. Но на каком основании? Вы хотите мне сейчас доказать, что я не делал? В данном случае, вы сюда пришли, да, показали, что вы как бы невиновны, хотите показать всей аудитории в Украине. Хорошо, вы как бы для вас, ты можешь сказать, дело чести. Вопрос не в том, что вы виноваты или не виноваты. Человека задержали, правильно? Он был в райотделе? Был. Он вышел из райотдела, он написал жалобу, что пытали его? Написал. Написал. Вопрос к вам. По каком основании его задерживали? Правовой статус, человек, который находился в райотделе. Это раз. Правильно сказал мой коллега? Государство несет ответственность в вашем лице, а его здоровье и его условия содержания два. И в третьих, вы непосредственно принимали участие? В чем? В чем? В издевательстве. Я еще раз повторяю всем, я не принимал никакие участия. Он был, он был. Я доказал, честь мундира свою отстоять. Ребята, он был в райотделе. Подождите, а ваши коллеги, Андрей, могли его побить и пытать током? Ваши коллеги могли? Я думаю, нет. Нет, ну подождите, ну вот Вячеслав же ссылается на слова Александра, который отказался сегодня приезжать? Нет, ну можно ссылаться на ту сумму, которую они назвали после того. Какую сумму? Ну, они просто сказали, что если вы хотите, чтобы, как бы, там мы ничего не сфаблицировали и никуда не направили, не писали свои жалобы, дайте просто нам определенную эквивалент суммы денег в УЕ. Какую сумму? В УЕ, УЕ. И все будет нормально. Вы знаете об этой сумме? Я знаю, но я называть ее не буду. Почему? Ну, 100 тысяч долларов. 100 тысяч долларов. Итак, друзья, после того, как Василий все-таки вышел из отделения милиции, он пожаловался в прокуратуру на милиционеров, которые, как он утверждал, его пытали на допросе током. И вот тогда проблемы начались не только у Василия, но и у его племянника, который тоже работал, как мы уже сказали, в милиции. Что это за проблема, Вячеслав? Ну, то есть, до меня началось плохое отношение, именно после того, как было порушено криминальное проведение относительно трех працовников милиции. По какой причине Вас уволили? Мене, значит, звольнили за отсутствие показателей, за негативное ставление до работы и так далее. При этом хочу зауважить. Это официально? Официально так твердю. А на самом деле Вы полагаете? Что основой для этого было именно то, что я не смог вплинуть на дядька, чтобы он перестал писать заявки, перестал сказать к администрации. Я могу внести ясность, почему задержали? Прошу, пожалуйста. Наконец-то! Прошу вас, Владимир. Наконец-то! Ну, я хочу сказать, что в Раде был задержан за нарушение статьи 173 Кодекса Украины об админправонарушениях, осужден Смелянским горой судом к 7 суткам админареста. А за что? И пребывал мелкое хулиганство. А в чем оно выражалось? По материалам, что он на улице Октябрьской там ругался, выражался, там вел себя. Значит, именно поэтому в райотделе милиции на него надели наручники. Нет, минутку, не так. Этого факта, ну, скажем, мне о нем неизвестно, и я, ну, наша линия защиты, что такого факта не было. Вот, смотрите, есть ваш клиент, вот до него одно короткое запитание, вельмашиновный ведущий, скажите, пожалуйста, вы с врадением до этих подий, вот, если вы говорите, что вас он чему-то звинуватив, сказали, что вы винны, а вы с врадением до этих подий где-то в этом жизни, вот, мали какие-то такие стычки, где бы он на вас затеял какую-то злобу, чи мав подставу вас уговорити. Может, он винный вам был коштом, и вас просил, он не вас. У вас были на него какие-то обиды, против кого? До того, как неоднократно на него поступали жалобы, то, что он стреляет с своего переработанного пистолета, с газового на огнестрельный. И до того момента, как ним не застрелился инспектор с дозвольной системы на проверку этого же пистолета, потому что было несколько, люди просто говорили, что он, когда встанет алкогольное спинение, он стреляет с этого пистолета. До того момента, до этого дня. Подождите, у вас частый был гость, что ли, в отделении? Просто люди почали скажетесь на его дни, когда они пьяны. Вы, кто именно? Что, на него писали заявление? Кто? Кто? Встанет, встанет, встанет его сожительница, которая в этом зале, она все скажет просто. Так. Вы писали заявление на Василия? Да. Почему? На протяжении двух с половиной лет, когда мы проживали, это было угрожание жизни моей, моего ребенка. Он мне угрожал пистолетом, он меня бил. Я не один раз убегала из дома. Я убегала и к отцу в Россию, и потом я уже в конце оставила свой дом, оставила его в своем доме, и убежала она. Простите, вы сказали, что вы жили с ним два с половиной года. Да. В течение двух с половиной лет он вам угрожал? Да. Он, когда пьяный, он будет с вами сидеть, разговаривать, и в тот же момент выпьет, будет вас нецензурными словами угрожать. То есть он неадекватный? Да. Он неадекватный. Только когда выпьет, или всегда? Нет. Уже позже он начал показывать свой характер. Я его для этого не знала. Подождите, он неадекватный был, когда выпьет? Он неадекватный был всегда. Он был злой на жизнь. Вообще поняла, что ваш дядя был беспредельщик. То есть он такой, он был вне закона же. Как часто вы писали заявление на Василия? По побоях это было два раза. Помимо этого было заявление от моего брата, так как он тоже в пьяном состоянии накинулся на него и проломил голову ему ломиком. Что говорили в милиции? Его забрали, написали, я не знаю, что там написали, он заплатил. Пришел домой, он заплатил этот штраф сразу. Я не знаю, как, ну взятка, это понятно. Доказы есть, дела, да, открыты до сих пор. На что он сказал мне, что ты думаешь, я откупиться не смогу? Я смогу. Благодаря, конечно же, у нас племянник дуже хороший. Но помимо этого... Подождите, племянник покрывал дядю своего? Да, помимо этого, я рассказываю, когда они поругались. Пьяного в Раде, недалеко от моего дома, забрала машина ГАИ, догнала. Он был пьяный за рулем. У него забрали машину. Забрали права. Правильно, для того, чтобы вернуть права, ему надо было делать перетестацию. Он бы ее не прошел. Он обратился, опять же, к племяннику. Племянник с него стянул, в прямом смысле. Я помню эту сумму. 10 тысяч гривен. В итоге права ему он не вернул. Но на это в Раде сказал, я напишу на тебя заявление о вымогательстве. На племянника? На племянника. На это приехал родной брат Юра, и они начали ругаться в моем дворе. Там надо было просто слышать, как они друг друга проклинали, там доходило до драки. Скажите, пожалуйста, как часто племянник-милиционер все-таки покрывал своего дядю? Но за последние, когда полтора года назад я вернулась к себе домой, я писала постоянно, ему это все сходило с рук. Вячеслав, что вы на это скажете? Я хотел бы задать вопрос громадянки Зелинской данной. А в каком году вы стверждаете, что я приездил до вас, и произошел вот такие события? То есть для меня это новина. В каком году? Я рейк не помню, это не вчера было. А в каком подверье взагалі? Павлик Морозов! Павлик Морозов! Так давайте, Юрий, что вы на это скажете? Купил он забор, поставил забор. Кончилась доверенность, как эта громадянка Зелинская сообщила, что ее хата, хата не ей, она ей никогда не принадлежала. А ее батько по доверенности продав ему ту хату. Кончилась доверенность, он просто снял забор и все. Давайте посмотрим на экран, друзья. Він тут звідси вынес гетчуса, стены были пустые. Тут не мебель, не было ни наше систи, ни наше лягти. Также ни дверей, ни холодильника, ничего не было. У прохожей тоже двери были сняти, ванна не стала ванной. Компьютер, ноутбук, это все он забрал. Ноутбук подарил мне батько, компьютер я купляла за дитячие гроши. Все, все позабрав, что в хате было. Значит, вы сказали, что вы убегали, вы уезжали к родителям в Россию. Я не понимаю, если человек угрожает вашей жизни, а самое главное, угрожает жизни вашего ребенка, то зачем жить с этим человеком два с половиной года? Я объясняю. Дом моего отца, отец гражданин России. На то время у меня умерла мама, я осталась беременной на седьмом месяце. Так произошло, что мы с ним начали жить. Вроде бы, я думаю, мудрее, старше, как-то поможет. Мужчина в доме, я молодая, 18 лет, у меня маленький ребенок на руках. А ему сколько было? Он у меня старше, он 27 лет был. Приличная девушка, которая выходит замуж, она должна знать в горе, в радости, в болезни, в здравии, в бедности, в богатстве. Когда бьют перед ребенком, маленький. Я не могу себе представить, чтобы меня, кто меня ударил. А у меня мамы нет. Вот именно, я обращаюсь в нашу милицию, а мне говорят, идите отсюда. Я тоже вырастила сына. А я убегала из дома, и вы не знаете, что он мне сделал. Так что ж ты возвращалась, душа моя? Так мой дом, где мне жизнь с ребенком? Так а что ты с ним жила? А я его выгнать не могла. А я его выгнать не могла. Вам хорошо говорится, страны. Леша, конечно, я вам хочу сказать, ужасен тот факт, что форму одевают молодые пацаны, насмотревшись фильмов, беспредельщики, которые знают, что они по закону будут мучить, обижать мирных граждан. И ничего за это не будет, потому что они власть. Ужасно то, что если человек бил эту девочку, а девочка терпела, если покрывался семейный подряд, это тоже ужасно. Ужасно то, что мы потеряли уважение друг к другу. Вы родного дядю своего коллеги мучили, издевались? Это же ваш коллега. Такого ни в одном цехе, ни в одной профессии этого просто на голову не налезет. Леночка, но официальных доказательств в обвинении все-таки пока еще нет. Я примак Володимир Андреевич, колишний співробітник також карного розшуку, Смілянского... А вы тоже из милиции? Нет, я не из милиции адвоката, а в прошлом да. В 95-м году я был за звинувачением, арештованный, меня звільнили, я 4 месяца утримался в СИЗО, потом меня в суде выправдали. Я свое честное имя захистил. Разумеете? Саме тому я тут, саме тому я принимаю участь в этой справе. Так давайте, Юрий, подключайтесь наконец-то. Мы трошки в эмоции ударились. Адвокат каже, что он там хулиган и все. Почему Чуприна Андрей не каже про те, что 11 червня 2012-го он в вестибюле райвідділу в присутствии восьми цивильных громадян угрожав посадить моего брата, закрыть. Все, что ты угрожал. Это было так, Андрей? Было. Андрей, разговор был совсем другой, между прочим. Не другой. Какой вы сказали? Я ему угрожал посадить его. Потому что нету здесь никого из тех людей. Вы просто будут утверждать, что это было. Понимаете? Восемь человек, гражданских лиц было. Там разговор был, потому что отношение в радио, в Васе, было возбуждено несколько уголовных дел. Это статьи за кражу, статьи за хулиганку, статьи за телесные повреждения. И когда он не являлся к следователю, я задал вопрос, когда он уже придет? Вот такой мотивом был разговор. Когда он придет? Почему не являлся? Почему мы должны опять ехать с ним? Звоните ему. А как по-вашему было? А по-нашему было. Мы сидели, ждали на прием до начальника милиции. Выходит из райвидела, из Калидора, оцей громадянин. Побачиваем его брата и сразу. Ты что? Я тебя посажу, я тебя закрию. Ты что не отвечаешь на звонки? В грубой форме, тиков ему. Потом вышел на дверь, через пять минут вернулся и наш брат на всю тему. Я ему роблю замечание. Людина в два раза старше за тебя. Почему ты ей так хамишь? Меня так воспитывали. Итак, интересный факт, друзья. После очередного визита в районное отделение милиции Василий исчезает. Как вы считаете, что напугало вашего брата? Почему он вдруг исчез? В тот день его вызвали до следователя на допыт и вручение подозрения. То есть он боялся опять попасть на допустки? И ты туда боялся, но он поехал. Он мне зателефоновал и поведомил, что его зря видела в милиции и не выпускает, применяет силу. Когда он выходил в зря видела, он в журнале написал, что до него применяли силу физическую, не выпускает, зря и в делах. Итак, что же все-таки довело мужчину до самоубийства? Давайте разберем тот день, когда он зарезал милиционера и убил себя. Я хочу пригласить в студию Максима Нянченко. Он был одним из последних милиционеров, которые видели Василия живым. Встречайте, пожалуйста. Итак, Максим, где же прятался Василий? Мы приехали 12 числа за адресой по улице Павлика Морозова. Вышел господар этого домовладения, мы представились как работники милиции, предъявили службовое посвящение. Сказали, что у нас информация, что по месту его проживания находится безвести сникла людина в Раде Василь. У нас была информация другая, что вы представились электриками. Я знаю, я чувствовал это на следующих действиях, но мы представились с работниками милиции. А сколько человек у вас было? Пятеро человек. Пятеро человек. Вы оцепили дом. Вы оцепили дом? Не, мы все прийшли до фиртки. Особенно я балакал с господарем. Я спілкувался, он говорит, давайте пройдем в двор. И он балакал по шипке. Я понял, что он хочет рассказать, что у него ховается на горы, что именно в Раде и Василь. Давайте, чтобы не слышать было, давайте зайдем в дом. Это были его слова. Когда мы начали подходить к входных дверей в дом, я слышал, как Славик кликал на помощь. Ваш совсем молодой коллега, 22-летний. Он начал кликать на помощь, но я сразу забег за дом, его там не было. Я начал кликать, где ты, куди бегти? Он говорит, на горы. Давайте посмотрим на экран, друзья. Начал подниматься на горы. Двери были отчинены на горы. Я так стоял и увидел, как на меня бежит Радий Василь из горы. И в руках у него чинящая выкрутка. Я сразу пошел ему на встречу, хотел его затримать, но он меня ударил в руку выкруткой этим предметом и подбегал нашим и спросил что сталося. Я сказал, что в Радии Василь его подрезал, едьте, шукайте его, потому что он убил Славика. Вот, подивите, лежит футболка, которую я в тот день снимал из себя и положил под голову Славика. Вы сами понимаете, насколько серьезная была ситуация, насколько серьезная это человек, то есть все нужно было максимально провести объективно. Наше задачение было увидеть, что в Радии Василь живет, максимум выбрать в него пояснение, чтобы выкинуть версию, что его убили. У вас была информация о том, что он неадекватный, дерзкий, жестокий человек? Вы об этом знали? Я его взагал один раз не был. А у вас была информация о том, что он игнорировал все вызовы на допросы и не являлся? Не. Не было? То есть у вас совершенно нет координации в вашей структуре? Алексей, самый главный вопрос, вот когда вы искали его по заявлению, что он пропал, правильно? Вы туда пишли пятером. Он писал заявление о том, что его пытали. Я знал, что была такая криминальная проведения. То есть вы знали, что он написал заявление отношения ваших коллег против него же, да? И он же пришел еще его искать. Вы были на задержании? Я был. Понимаете, если я вижу, идет человек, который меня пытал, да, со своими дружками, под видом розыска, что со мной будет? И тут заходит молодой зеленый парень, а вы старший, вы должны были обеспечить безопасность это ваша вина непосредственно. А вы не должны были брать того человека, который он написал заявление, что он меня пытал. Пытал, не пытал, вопрос не в этом. Но он мог бы бояться за свою жизнь. Вот и все. Он, в принципе, себя защищал. Вот пришел человек, хочет меня со своими дружками добить. Вот и все. А было ли самоубийство, как ловили мужчину, который обвинил милиционеров в пытках, и тому была выгодна его смерть? Итак, я приглашаю сюда Елену Сапожникову. Посадите, пожалуйста. Значит, и у вас тоже, насколько я понимаю, есть свой взгляд на то, с какими нарушениями произвелся попытка задержания в Раде, так? Если они, представители милиции, милиционеры, выезжали на затримание его как подозренного в чиновении злочина, начальник отделки не мог направить на такое затримание особо, яка, можливо, катувала в Раде Василя. Значит, вот конкретно к вам была предъявлена претензия. Вы подтверждаете, что в этой части закон был нарушен? На мою думку, закон не был порушен и чему? Потому что тогда склали... Не, подождите. Ведомственную инструкцию, говорите правду, вы бывший работник милиции, вы прекрасно знаете, нельзя отправлять какие-либо разыскные мероприятия сотрудника, которые подозревают, что между лицом, которого ищут, и сотрудником милиции есть конфликт интересов. Объясняю, почему так получилось. Василь Врадий после того, как ознакомился с постановлением о подозрении, сказал, что ему нужен адвокат и ушел в сырое дело. И больше его не видели. Пришел его брат и написал заявление о том, что он пропал без вести. И прокуратурой разрабатывалась версия, что Василя Врадия убили работники милиции с тем, чтобы он в суде не свидетельствовал. И отправили работников милиции на их поиск. Конечно. Естественно, ситуация служилась, понимаете, ненормальной. Согласен. Когда милиция должна была доказывать, а других работников милиции нету. Кроме вашего подопечного других работников нету, чтобы направили на поиск этого радиа. Объясняю. В той ситуации есть или нету? На тот момент не было. Вообще не было. Только он и двое, и пять человек, да? Нет. Так, прошу вас, Лен, прошу вас. Он меня звенит. Я была на судовом заседании, это все секунды, понимаете? Ну, я видел только его очи. Это очи просто зверь. Были какие-то очи. Значит, местные жители видели, как в радио убегало от милиционеров. Внимание на экран. Ну, ходили, они ж молодежи такие ребята, молодые, здоровые, жильевые. Но он один, несчастный, а их же там целая компания. Я не знаю, кто там сказал это, не бей его. На питание, я верил в то, что он сам себе зарезал, заколов. Я не верил. Ему помогли. Я забег тогда первый працанник милиции сюда в воду. Тут он уже был оточен працанниками милиции. Я подбег за эту вишню. Еще за мной был рядом працанник милиции. И как раз он, как голов себя заколил отверткой. Он помахал, он помахал, а потом ударил себя в руку. Витягнул правой рукой и выкинул ее на пол. Потом упал на колено и пришла из него из рота кровь. Так что что-то словесное и ничего не вообще мовчки. Вы себе можете представить отчаяние, отчаяние, боль перешедшего человека, который взял и зарезал. Я лично считаю, что он защищал свою жизнь. Он был в экстремальной ситуации. Так вы уверены в том, что это было все-таки самоубийство? Я все не видел. То есть вы считаете, что Василию помогли уйти? Да. Кто? Следствие разберется. Вячеслав, вы работали в этом отделении милиции. Скажите, пожалуйста, практика избиения, издевательств и пыток была в этом отделении милиции? Вы знали о таких фактах? Мне было уведомо. Еще было. Вы знали. Это говорит Украина сегодня шокирующей историей, которая потрясла всю страну. Начеркайщий неместный житель после милицейских пыток покончил жизнь вроде как самоубийством. Перед этим жестоко зарезала милиционера. В память о погибшем лейтенанте на улице города вышли его коллеги. Вячеславу Беспалову было 22 года в потерю единственного сына. До сих пор не верят его родители. Мама Вячеслава Беспалова сегодня приехала к нам в студию. Пожалуйста, встречайте и поддержите ее. Спасибо, что приехали. У меня сын был очень ответственная дитина. Очень. Он очень любил свою работу. А вот люди сидят и они рассказывают какой хороший был вашей Вася. Посмотрите мне в очи и скажите зачем вы этого зверя брехали следственному и всем брехали. Посмотрите мне в очи. Я мать я свою дитину вот так я два рази помирала чтобы родить его. Я его родила я его скормила. Він у нас никогда в жизни никого не обижал. Его на улице от центра улицы до нашего двора его насколько любили. А вы звера алкоголика который любил мою дитину вы приховывали его на горши брехали следству что он без вести пропав и рассказываете вы жертвы какие жертвы вы пристроилися до аврадийской трагедии пристроилися что творит твой дядько ты его остановил нет ты не остановил уси винны а вы кто вы таки сами зверь как он и он готов готовился ему все одно было кого убивать чему мославу максима ему все одно как бы ему не было что жрать потому что даже животное не можно назвать он залез в чужую хату и зарезал там людину такую самую как мисс слава и вы мне в очи не можете потому что вы брехали следствую вы ее переход болит я понимаю вы жертва тоже чего он поперся без ордера в чужой душа моя мне очень жалко когда погибают дети страшнее этого быть не может но представьте себе пусть Василий в ради как вы говорите зверь но милиция это не место пыток если он трижды негодяй подослушайте так вот представьте пошли туда те кто над ним издевался и взяли вашего сына и вашим сыном малолетним прикрылись как щитом пошли на задержание те кто издевался кто подключал к току кто бил лицо естественно человек увидел испугался а вашего послали прикрылись самым молодым вот кто виноват значит здесь очевидно что человек делать действия в страхе но возможно он был в состоянии алкогольного опьянения возможно в состоянии эффекта я хочу для объективности сказать о другом что работа в милиции она очень опасная в год гибнет приблизительно 50 человек милиционеров в Украине и знаете кто гибнет а по статистике гибнут только ребята молодые до 30 лет почему потому что руководство которое должно обеспечивать им безопасность оно ими пользуется как пушечным мясом очень коротко если говорить о цифрах то еще в 2011 году провели исследование по Украине на предмет пыток в милиции цифра сягала почти миллион то есть каждые 40 секунд в милиции происходит акт незаконного насилия сейчас эта цифра уменьшилась потому что был принят новый УПК но это не говорит о том если раньше пытали для того чтобы получить признание сейчас пытают для того чтобы фабриковать материалы по другому не умеет работать наша милиция но не умеет Юр но тем не менее ваш брат убил действительно сына этой женщины что вы можете ей сейчас сказать я приносил глубокое сожаление что погиб ваш сын но я не верю что это сделает мой брат моего сына убил еще и не ваш брат вы смешные да боже а я буду смешным вы маньяки скажите пожалуйста сколько грозит вашим подзащитным от 5 до 10 лет избавления воли Андрей я ведь знаю что вы сейчас отстранены от исполнения своих обязанностей вы вне зависимости от приговора от конца этой истории хотите вернуться в милицию да я хочу вернуться в органы это говорит Украина спасибо что вы с нами пока